Всем привет! С вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Предстоящая Дорама Коупан Плей от Рочества, ранее известная как Крадущийся Тигр и Розатаившийся Дракон, обнародовала основной состав актеров. 17 августа подтвердили, что Им Ши Ван, Ли Сон Бин, Ли Си У и Кан Хи Вон исполняют главные роли. Действие от Рочества разворачивается в сельскохозяйственной средней школе Пу Ё в провинции Чун Чхон в 80-х годах. От Рочества рассказывает историю старшеклассника Пён Те, одиночки, чья единственная цель – не быть избитым, но который за одну ночь становится самым могущественным парнем. Съемками руководит режиссер Ли Мя Ну, снявший Дорамы в «Спыльчивый священник» и круглосуточный магазин Садбёль. Им Ши Ван сыграет Чан Пён Те, маленького и слабого парня, живущего в Вань Яне провинции Южной Чун Чхон. Чан Пён Те, который находится в самом низу школьной социальной иерархии, переводится в соседнюю сельскохозяйственную школу Пу Ё. Там он сталкивается с неожиданным происшествием, которое становится поворотным моментом в его жизни. Ли Сон Бин, которая впечатлила всех в сериале «Работай позже, пей сейчас», сыграет Пак Джи Ён, также известную как «Чёрный паук Пу Ё». Восходящие звезды Ли Си У и Кан Хи Вон, которые уже разжились солидной фильмографией, благодаря различным проектам сыграют роли белого тигра Асана Чон Гён Те и местной королевы Кан Сон Хвы. Ремьера отрочества намечена на вторую половину этого года. Актёр Пак Со Джун рассказал, почему хочет пробовать силы в других жанрах, а не в романтических комедиях. Пак Со Джун покорил сердца зрителей в романтических дорамах любой ведьмы, что случилось с секретарем Ким, она была прекрасна и так далее. Однако в настоящий момент актёр фокусируется на других жанрах и не спешит возвращаться к ромкомам. Фанаты, которым полюбились его романтические образы, выражают разочарованность. В интервью для Хэральд Поп, кафе в Согюн Доне, в Сеуле Пак Со Джун признался, что захотел сменить привычный жанр. Он поделился. Я представил зрителям много романтических комедий и решил, что хочу продемонстрировать работу в других жанрах. Пока что я продолжу работать в других жанрах. Существует множество видов ромкомов, но я хочу разнообразить свою актёрскую карьеру. С тех пор, как закончилась дорама, что случилось с секретарем Ким, я пробую. Не думаю, что с того проекта взялся хотя бы задний ромком. Я хочу продолжать в том же духе в будущем. Он подчеркнул. Конечно, мне нравятся ромкомы, но это трудный жанр. Не то, чтобы я вообще не собираюсь делать этого, но сейчас я очень хочу сконцентрироваться на других проектах. Бетонная утопия и существо Кион Сона – это абсолютно разные жанры. Не знаю, какой проект будет в следующем, но продолжу выбирать интересные работы. Пусть я и говорю это сейчас, но если попадется хороший ромком, возможно, я соглашусь принять в нём участие. 9 августа на экраны вышел фильм «Бетонная утопия» с Паксу Джуном в одной из главных ролей. Он рассказал о выживших в единственном уцелевшем здании после землетрясения в Сеуле. Недавно были опубликованы снимки актёров Юй Шу Синь и День Юй Си со съёмочной площадки дорамы «Вечная ночь звёздной реки», основанной на популярном романе руководства по поимке Чёрного лотоса. В основе сюжета дорамы история о девушке по имени Лин Мяу Мяу, которая попадает в фэнтези-новеллу. К сожалению, она не холодная и неприступная главная героиня и даже не очаровательная и милая второстепенная. Лин Мяу Мяу выпала участь быть персонажем номер 3. Она просто преграда на пути сближения двух главных героев. Кроме того, ей предстоит сразиться в неравном бою с вредным и безжалостным Чёрным лотосом – Мушеном. Но почему всё складывается не по сюжету, и Чёрный лотос всё больше и больше обращает внимание на Лин Мяу Мяу? Посмотрев фото, многие нитизены похвалили создателей дорамы за чёткое соответствие образом героев. Младшая сестра Хан Цухи впервые поделилась на совместных фото с актрисой. Недавно младшая сестра Хан Цухи опубликовала совместные фото в соцсети. Пост привлёв внимание нитизенов. Количество подписчиков на аккаунте сестры Хан Цухи стремительно выросло, а нитизены ищут больше информации о девушке. 14 августа Ли До Хён заступил на обязательную военную службу. Талантливый актёр был призван в армию для прохождения службы в Оркестре Военно-Воздушных сил Кореи. В настоящее время он зачислен в учебный центр, где пройдёт необходимую военную подготовку. После завершения подготовки в учебном центре Ли До Хён продолжит службу в Оркестре Военно-Воздушных сил, внося вклад в защиту страны посредством своих музыкальных талантов. Предстоящая дорама «Иэн Эйп. День похищения» выпустила новый постер. Основанная на одноимённом романе дорама «День похищения» – это чёрная комедия об особом союзе похитителя неудачника и 11-летней гениальной девочки. Юнги Сан берёт на себя роль Ким Мён Джуна – новичка-похитителя, который похищает 11-летнюю девочку, чтобы добыть деньги на оплату больничных счетов для своей дочери. Юна из потинка играет гениальную девочку Чве Ро Хи, циничную и очень умную, несмотря на юный возраст. Между героями формируется странная связь. Недавно выпущенный постер намекает на опасное путешествие Ким Мён Джуна. Ночью Ким Мён Джуна и Чве Ро Хи садятся в автобус, едущие неизвестно куда. В то время как Ким Мён Джун кажется напряжённым, будто ждёт погони, внимание аудитории привлекает точно такое же поведение Чве Ро Хи, как бы предполагающее, что теперь, заключив с ним неожиданный союз, она со своим похитителем в одной лодке. Премьера дня похищения состоится 13 сентября в 21.00 по корейскому времени. Нитизаны хвалят выбор актёров на роли в предстоящей дараме «Девушка в маске», который основан на Вептуне. В последние годы всё больше вептунов экранизируют. Благодаря интересным сюжетам они становятся отличным источником вдохновения для дарам. Высокие рейтинги читательской аудитории доказывают популярность вептунов. Они представляют продюсерам дараму богатую палитру жанров и большое количество идей для интригующих сюжетных линий. Дарама от Netflix «Девушка в маске» привлекла к себе внимание, раскрыв актёрский состав. В частности, стала известна новая актрисе Ли Хан Бёль, которая сыграла героиню Ким Мо Ми вместе с Наной и Го Хион Джон. Актриса Ли Хан Бёль была выбрана на роль Ким Мо Ми и произвела впечатление своим невероятным сходством с персонажем Вептуна. Теперь, когда стал известен полный актёрский состав дарамы, корейские пользователи сети ждут премьеру дарамы с ещё большим волнением. Известный гонконгский актёр Тони Люн и бывшая участница группы Cosmic Girls Чэн Сяо стали героями скандальных слухов, вопреки их разнице в возрасте в 36 лет. 12 августа китайское информационное агентство Сина сообщило о слухах, что двое якобы имели романтические отношения, и Чэн Сяо даже родила ребёнка от Тони, который состоит в браке с актрисой Кариной Лао. В то время как от Чэн Сяо пока не было официального заявления, агентство Тони Люна быстро опровергло эти слухи. Не стоит обращать внимание на глупые слухи, это абсурдная ложь. Пожалуйста, будьте позитивными людьми. Напомню, что Чэн Сяо дебютировала в группе Cosmic Girls в 16-м году, но с 19-го года она переключилась на деятельность в Китае и официально покинула группу в начале этого года. Тони Люн начал свою карьеру ещё в 1982 году и стал звездой благодаря фильму «Настроение и любви». Недавно актёр снялся в фильмах «Скрытое лезвие», «Там, где дует ветер» и в картине «Марвел», «Шан-Чи» и «Легенда десяти колец». Дан Хэй, Супер Джуниор и Ли Соль сыграют пару в новой дораме. 16 августа агентство Дан Хэй подтвердило, что он исполнит главную роль в предстоящей дораме Channel A «Мужчина и женщина». Основанный на популярном веб-туне сериал «Мужчина и женщина» представляет собой реалистичную интересную мелодраму, цель которой – показать эмоции, усталость и привязанность, которые свойственны парам, что одно вместе. Сцедарий дорамы написал Пак Сан Мин, который писал сценарий для фильма «Любовь 911» и работал над классом лжи. Дан Хэй берёт на себя роль Чон Хён Сона, который запускает бренд уличной моды, но испытывает трудности с бизнесом. Из-за минутной слабости Хён Сон решает расстаться со своей девушкой Сон Ок, с которой встречается уже 7 лет со времён учёбы в колледже. Ли Соль, которая ранее была утверждена на главную женскую роль, играет девушку Хён Сона и дизайнера ювелирных украшений Хан Сон Ок. Премьера «Мужчины и женщины» запланирована на вторую половину этого года. Ким Тэ Ри и Хон Гёна звучат главных героев грядущего анимационного фильма «Затерянные в звёздном свете». Спродюсированный Кликс Макс Студио, продюсером сериала «Взыв ада» и «День собак преследования дезертиров», «Затерянные в звёздном свете» — это первый корейский анимационный фильм Netflix, в котором рассказывается об отношениях на расстоянии между астронавтом Нан Йон и музыкантом Джейм. Ким Тэ Ри, обладательница соридной фильмографии разных жанров, включая Дораму 25-21, а также фильмы «Космические чистильщики» и «Пришевец», впервые займётся озвучкой в роли Нан Йон. Нан Йон – астронавт, выбранный для участия в четвёртом проекте по исследованию Марса в 2050 году, которая хочет отправиться на Марс, чтобы отыскать следы своей матери-учёного, которая не смогла вернуться на Землю из-за несчастного случая. Хон Гён, который впечатлил всех Дорамой «Слабый герой» и фильмом «Невиновность», сыграет Джея, музыканта, который влюбляется в Нан Йон. После первой случайной встречи Джея и Нан Йон, они снова воссоединяются, благодаря проигрывателю памятного сувениру матери Нан Йон. Ким Тэ Ри и Хон Гён недавно продемонстрировали уникальную химию в Дораме «Демон», где сыграли одержимую женщину и детектива, расследующего загадочную смерть. Зрители с нетерпением ждут душевный роман двух актёров, который будет происходить между Землёй и Марсом. Настало время посоветовать вам Дораму, и сегодня я советую Дораму «Уборка со страстью» в главных ролях Ким Йо Джон, Сон Джерим и Юн Йон Сан. Главный герой Дорамы Чан Сон Гёль страдает редким расстройством – мизофобией. Это навязчивый страх грязи. Каждый его день наполнен постоянной борьбой с микробами, ведь он основатель клининговой фирмы «Фея уборки». Ко всем окружающим он относится с пренебрежением и требует всех соблюдать тотальную чистоту. Из-за своего недуга мужчина живет один и не пускает домой даже собственную мать. Однажды в его фирму устраивается яркая девушка по имени Гилё Соль. Она является полной его противоположностью, чем вызывает в Сон Гёле только отвращение. Но дальнейшее общение с неопрятной девушкой помогает герою справляться с каждодневными страхами, и вскоре между ними возникает влюбленность. Но смогут ли они быть вместе? Ведь герой падает в обморок от любого прикосновения других людей. Пишите в комментариях, если видели эту Дораму, понравилась она вам или нет. А на этом все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аня!